Друзья, всем большой привет, на связи с вами Артин Витальевич. В этом ролике я хочу поговорить вот о какой теме. Насколько сложно олимпиаднику, который готовился весь год к олимпиадам по физике, потом готовиться к ЕГЭ? Сколько времени нужно олимпиаднику, чтобы подготовиться к ЕГЭ? ЕГЭ и олимпиады – это проразное вообще или нет? Давайте начнем по порядку. Вопрос первый. ЕГЭ и олимпиады – это одно и то же или разное? Естественно, друзья, это разное. То есть, когда мы готовимся к ЕГЭ, мы изучаем на самом деле и спектр тем. В каком-то смысле уже и самое главное, мы изучаем методы решения задач гораздо более простые. То есть, мы изучаем более простые конструкции, у нас нет изучения каких-то там сложных методов. В общем, если честно, не жизнь, а сказка. Если же мы готовимся, друзья, к олимпиадам, то нам необходимо изучить довольно большое количество методов. Да и вообще самое главное, нам необходимо научиться находить некоторый такой творческий подход к задаче. Ну и вообще уметь решать довольно сложные конструкции. Плюс ко всему, уметь применять математический аппарат, продвинутый. Это и производные, это и интегралы, это и дифференцирование, и вообще умение решать дифуры. Второй вопрос. Насколько сложно вообще, соответственно, подготовиться к ЕГЭ, если ты олимпиадник? Вот если ты все время занимался олимпиадами, это означает то, что ты, во-первых, да, ты должен был учить основную теорию по таким разделам, как... Механика, МКТ и термодинамика, электродинамика, которая включает в себя электричество и магнетизм, и, несомненно, оптика. Оптика, скорее всего, ты изучал чисто геометрическую оптику, волновую в рамках олимпиад. Она может встретиться, но довольно редко, и довольно редко ее олимпиадники ботают, они уже не успевают ее нормально заботать, поэтому вот основные темы я перечислил. И, понятное дело, если ты готовился к этим задачам, именно такие темы, да, встречаются на олимпиадах, естественно, классические. Несомненно, ты должен был разбираться и в теории, и ты должен уметь решать школьные задачи по данной тематике. А значит, ты умеешь решать задачи ЕГЭшные. Все очень просто, да? Другой момент, на самом деле, да, очень интересный вопрос, а что именно нужно изучить олимпиаднику, и, точнее, что он не изучал при своей олимпиадной подготовке, но что есть в ЕГЭ? Смотрите, раньше это были такие темы, как специальная теория относительности, волновая оптика и кванты. С 2024 года нас ввели небольшие изменения в ЕГЭ, и, на самом деле, жизнь олимпиадника упростилась. СТО вообще убрали, его теперь нет. Кванты теперь есть только в первой части, и там, я думаю, что знания вообще... Короче, кванты можно олимпиаднику заботать там за неделю, за две. Раньше, на самом деле, за две недели. А сейчас, получается, если без навыка решения задачи второй части, можно сказать, что чуть ли не за неделю. Ну, хорошо, давайте оставим две недели, нужно олимпиаднику на кванты. И нужно заботать волновую оптику. Вот, собственно, и все. То есть, что нужно изучить олимпиаднику, что он не изучал? Довольно, на самом деле, узкий список тем. Это кванты и волновая оптика. Правда, здорово. За сколько времени это можно заботать? Если прям вообще на экстремально, то за неделю. Но если более равномерно, планомерно и как бы никуда не торопиться, то, ну, недели две-три, вот, прям за глаза. Что еще нужно олимпиаднику сделать? И почему олимпиадники некоторые, которые затащили, да, олимпиадки, получили диплом призера, не смогли вдруг перейти порог в 75 баллов? На самом деле, все очень просто. Очень много ребята косячит, во-первых, в первой части. То есть, ну, прям, типа, глупые ошибки по невнимательности. Как это исправить? Очень просто, с одной стороны. Вы берете, соответственно, сборник вариантов и решаете подряд варианты. Решаете варианты, и это очень сильно поможет прокачать именно навык решения задач первой части. Это правда. И это поможет набрать более реальный результат, да, то есть набрать, забрать ваши баллы на ЕГЭ и подтвердить диплом. Ну, или, допустим, если у вас нет диплома, но вы готовились к олимпиадам, да, это же, если вы готовились к олимпиадам и у вас нет диплома, это же не конец жизни. Конечно, не конец жизни. Жизнь только продолжается. И вы, соответственно, спокойно, там, к ЕГЭшечке переквалифицировались, готовитесь, кайфуете. Соответственно, обязательно, друзья, прорешивайте варианты. Первая часть, все будет по кайфу. А во второй части, где обычно ребята теряют баллы, они привыкли, что на олимпиадах иногда можно решение вот там как-то общими словами написать, до конца не дообосновать, и все хорошо, все нормально. Либо там не так расписать его именно развернуто, и нормально его засчитают на олимпиадах. На ЕГЭ такой фокус не сканает. Нет, у нас есть критерии оценивания, и поэтому, друзья, будьте любезны, пожалуйста, ознакомьтесь с критериями оценивания задач второй части, ознакомьтесь с правилами оформления, и будьте добры, пожалуйста, будьте любезны оформлять задачи по этим правилам оформления. И, собственно, все прекрасно. Нужно ли человеку, который готовится к олимпиадам по физике, параллельно с этим ботать ЕГЭ по физике? Нет, в этом нет смысла. Будете готовиться к ЕГЭ по физике после того, как закончится олимпиада по физике. Но нужно ли параллельно готовиться к ЕГЭ по математике и по русскому языку? Я вам скажу однозначно да, нужно. И давайте в конце этого видео я отвечу еще на один вопрос, который часто меня спрашивает, довольно популярный вопрос. Раз муж начали говорить по поводу ЕГЭ олимпиады, что это все же не одно, не то же самое. Можно ли готовить к ЕГЭ случайно затащить олимпиадку? Нет, вот готовясь к олимпиадам случайно затащить ЕГЭ можно, а готовясь к ЕГЭ затащить случайно олимпиаду, друзья, не получится, потому что все же олимпиады, ну, на то они, понимаете, и олимпиады. Это уровень решения задач выше гораздо, нежели чем, которые задачи дают на ЕГЭ. Да, на ЕГЭ бывают иногда какие-то редко, но бывают интересные конструкции, на олимпиады это, собственно, все задачи интересной конструкции. Поэтому, друзья, если вы готовитесь к олимпиадам по физике и боитесь, что вы в этот момент не готовитесь к ЕГЭ, не переживайте, ничего страшного. У вас там будет по самым, вообще, вот по самым плохим оценкам, там, допустим, самая последняя олимпиада прошла в конце марта месяца, у вас осталось два месяца, за два месяца переквалифицироваться с олимпиадника на ЕГЭшника можно вот так вот, просто, за один щелчок. Быстро заботал волну и кванты. Ну что, я надеюсь, я тебя немножечко успокоил. На связи был Артем Витальевич. Лайк, подписка, все дела. До новых встреч, как говорится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok